Субтитры делал DimaTorzok 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 Я знал, как играть Мы довольны, как мы эту систему использовали Опять же с этой командой Потому что думали и уверены, что она принесет успех Что касается отдельных игроков Понятно, мы говорим только про команду Главное, что команда была командой Выполняла то задание, которое мы получили А Алексей забил великолепный гол Естественно, мы рады Спасибо, Кимур Валеев Кимур, спрашивайте Меня слышно? Слышно Станислав Саламович с победой Спасибо Если позволите, два вопроса Какой был план на игру И насколько удалось его реализовать по-вашему И не обидно ли, что не удалось улучшить разницу мячей Чтобы иметь преимущество при возможном выходе с третьего места? Ну, план на игру, если вы его видели Он легко читался Мы его практически постоянно делали Он работал через инсайдные зоны Получать мячи, развивать атаки По флангам, проходы, прострелы Потому что середина у них занята Тремя центральными и центральными полузащитниками Игроки выполняли то, что мы от них требовали Другое дело, что, естественно, моменты у нас были Кстати, так же, как и у соперника Хорошая пара контратак Но запланировать голы невозможно Главное создавать моменты Что мы делали Думаю, что игра держала всех в напряжении Понравилось в том, потому что мы выиграли Мы в турнире Ждем завтра игру наших соперников И будем готовиться дальше Второй вопрос есть у вас? Все, все, спасибо 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 Стив Дуглас, АйП Это просто вопрос о Алексея Попробуй поговорить о том, как ты думаешь, что он улучшил Сначала он улетел в Атланта Ты думаешь, что это дает ему дополнительный путь в карьеру Потому что он играет в Champions League Для главной команды в Италии Ну, во-первых, я изначально сказал, когда я с ним разговаривал перед переходом Приветствую его переход Потому что это в его карьере большой шаг Как в плане футболиста И самое главное для меня Самое главное, подчеркиваю, как личности Потому что футболистом он всегда был хорошим Как личность ему надо было развиваться и выходить из зоны комфорта Что было в Локомотиве Сейчас он в Атланте Где надо доказывать свою состоятельность В одной из лучших лиг мира Поэтому мы видим, как он, выходя на замену по 5-10 минут Ценит свое время уже Нежели раньше, когда постоянно играл И мы с ним здесь, кстати, уже два раза разговаривали По этому поводу, какая у него роль И к чему надо готовиться И он четко знал, что он будет играть И, естественно, мы довольны, как прогресс его идет Другое дело, что мы не форсируем события И мы не давим на игроков Он должен естественным образом развиваться И надеемся, что он в следующем сезоне Уже станет больше игрового времени в Атланте получать И выходить на лидирующие роли Это и будет и нам плюс, естественно, ему Спасибо Александр Дорский Надеюсь, что меня слышно Слышно, слышно Слышно, Санислав Иванович? Да Да Санислав Иванович, два вопроса Если можно, первый, естественно, по вратарской позиции Погромче чуть-чуть Да, да По какой причине сегодня был сделан выбор в пользу Сафонова, а не Шунина? И второй вопрос по ромбу в центре поля Мы его видели уже в мартовском матче со Словении Тогда Сдойф играл опорного Сегодня он играл ближе к правому флангу Почему вот решили, что Аздоев будет играть правее, а Зобнин будет оставаться опорным? Ну, мы смотрим на состояние футболистов И кто, какую роль может сегодня выполнить Ну, во-первых, надо было чаще подключаться Надо было выжимать И мы видим, что Аздоев в хорошем физическом состоянии И там больше, как бы сказать, работы вперед-назад Здесь-то лево-право, как бы разводить игру И здесь Зобнин мы посчитали в этой игре будет нам более полезным А какой еще там было? По вратарям По вратарям Ну, мы в турнире Я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен Он у нас в составе Поэтому он имеет тоже право Как и другой вратарь играть в команде У нас турнир идет У нас следующий матч Мы смотрим внимательно и принимаем свои решения Спасибо Иван Житков Вижу руку Вопрос такой Показалось в матче с Бельгией, что концовки таймов все-таки не так Физически хорошо выглядели Немножко не дожимали А сегодня с этим было более-менее все в порядке Особенно даже хорошо в первом тайме Говорит ли это о том, что все-таки был план вывести команду Ко второму-третьему матчу на лучшую форму? Или это... Ну, вы же ответили, против кого мы играли Бельгия и Финляндия и команды разного уровня Может поэтому Если бы опять с Бельгией сегодня играли Возможно было бы так же, как и в той игре Не знаю Просто Надо посмотреть опять наши циферки Эти циферки говорили, что в первом матче мы набежали больше всех По-моему, в первом туре Ну, с одной стороны это хорошо С другой стороны Надо подправлять Куда бежать, когда бежать И какие-то нюансы Чтобы эта работа приносила больше результата Сегодня мы довольны, как мы построили матч Как игроки выполняли Ответственно подошли Все свою роль выполняли И другое дело, что иногда Не хватало точности в завершении Но это футбол Еще раз повторяю Мы в турнире Нам предстоит важный матч И будем готовиться Спасибо Еще есть вопросы? Не вижу рук Все, тогда всем спасибо Всем спасибо Болейте за нас Спасибо Саша опоздал немного Чуть раньше Поднимайте, пожалуйста, руки Алексея Мирончука ждем Здесь Спасибо